здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня я наконец домульчировала одну теплицу и начала мульчировать но мне не хватило к сожалению опилок вот начала мульчировать малину вот это вот замульчировала потому что здесь травы очень много всегда вырастает причем такая противная трава растет я решила что я ее замульчирую и будет у меня здесь мульча не знаю насколько это хорошо вот мульчируя опилками первый раз тем более малину я никогда ее раньше не мульчировала хотя растет она наверно у меня здесь пятый год это малина вот такие мне огромные кусты которые наверное высоту метра два с половиной а это вот сорт татьяна он не очень высокорослый вот но это вот костики которые я посадила в прошлом году вот первый первый их урожай а это вот новые кустики татьяны здесь вот уже начал выдавать один росточек и начал выдавать эти цветочки а здесь еще вот росточков нету и вот на этом тоже росточков еще и земли нету и вот посадила грушу и также не знала куда приткнуть вот буквально 9 штук астрочи мне хотелось посадить астры решила что пускай они тут растут у меня эти астрочки и хочу вам показать томаты которые одни из первых начали завязывать плоды сегодня у нас 27 мая вот хочу вас познакомить с этими сортами так вот он первый у нас сорт сейчас буду искать тут можете заковыряла 1 томате который у меня выдал помидорку это сорт под названием щека кертис вот он уже внизу одна помидорка больше сожалению там у него ничего нет дальше только цветочные кисти все следующий следующий сорт под названием малиновый натиск он такой общение как будто он из махрового цветочка вот она еще кисточка есть у него дальше вот они еще кисточки появились а два стебли я его виду так следующая помидорка это сорт все на были куплены у медведева гигант подмосковья вот она такая сердцеподобная помидорина тоненький такой хлипенький очень кустик еще один сорт под названием маргарета тоже вот завязал помидорку мощный такой довольно таки кустик у меня получился ну в этой теплице пока все а еще хотела вам показать вот посмотрите я сажал а вот еще сорт три пятьсот тридцать один сейчас я посмотрю что это за номер это винный болгарский великан вот он такое довольно таки кому хоть и мощный хвостик но он довольно таки компактный сам по себе не разляпистый а вот я сажала макушку посмотрите она уже начала давать цветоноса то есть выпустила буквально раз два три 4 5 6 7 8 листов и вот после восьмого листа она начала давать цветонос так что я думаю не зря я посадила именно макушку а еще у меня в этом году очень много томатов видите цветочная кисть заканчивается и зарастаниями я такие вещи стараюсь попадаются я стараюсь это удалять отщипываю чтобы она дальше не росло не трянула силам томата сам цветочную кисть я естественно оставляю и очень много довольно таки таких попадается это говорит о том что томатики мои мне даже по внешнему виду немножечко видно что такие кусты довольно мощные что они чуток поджировывают у меня они не жируют они именно поджировывают потому что если бы они сильно жировали они бы не выдавали цветочных кистей они бы макушки бы сворачивались бараний рог цветочные кисти бы отсыхали и они бы не завязывались на связи с тем что они цветут причем цветут они довольно таки обильно то здесь только идет поджирование и мне остается пролить их либо монофосфатом калия либо акварином который хвойный акварин где азота содержится очень мало там идет фосфор и калий в основная там азота всего три процента либо пролить им либо можно обработать акварином полисту и пролить малофосфатом калия либо пролить акварином или опрыскать полисту акварином что-то одно из двух короче сделать наверное я завтра этим делом займусь чтобы начали завязываться получше плодики в открытом грунте тоже некоторые томатики начали уже завязываться сейчас я вам подскажу какой это сорт 834 это картофельный лист это какой-то микада у меня а какой точно сейчас не скажу сейчас 834 а бренденвайн бренденвайн малиновый вот он посмотрите он уже завязался один из первых так что у нас еще есть тут это я видела еще вот он у меня тоже в открытом грунте так номер неизвестен сейчас будем искать где он тут заковырялся ой века в этой соломе что-либо найдешь а это 76 номер это минусинский минусинский гигант по моему если не ошибаюсь сейчас посмотрю 76 минусинский гигант да вот он видите выдал первый томатик но на гиганта он пока совсем не тянет в очень маленький но его и поздно посадила кстати но оказался ранним видите один из первых завязал плоды хотя посадила я его где-то наверное как бы не ближе к концу марта и сейчас мы перейдем с вами маленькую тепличку здесь дела обстоят завязываемостью пока чуть похуже большой теплицы конечно там еще есть завязи но они еще совсем маленькие и пока их не видать сейчас посмотрим что в этой теплице у нас есть так сорт под номером 284 сейчас я скажу что это за сорт 200 господи пока свое тут сорт под названием черное сердце брэда вот тоже видите завязал одну томатинку тоже оказался один из первых так что тут у нас еще больше пока я не вижу а нет вот еще есть так 562 номер это у нас господи пока все откроешь своей ты так 562 это бусковое озеро или бусковое озеро вот он завязал одну томатик у меня так больше что-то я пока не вижу здесь хочу сказать вы посмотрите томаты здесь если в том году у меня в этой в этой теплице жировали томаты то в этом году они выглядят более-менее нормально а в той теплице они у меня живут поджировывают здесь потоньше но видимо здесь казалось больше стресса от холодов здесь было в этой теплице более холодно когда были заморозки видимо они подстрессовали за счет этого они у меня не жира так и вот еще я один нашла с пуговкой это у меня сорт так 1309 сейчас посмотрим что это за сорт вот он тоже как картофель нет обыкновенный лист ну какой-то такой непонятно как как полукартофельный так 1309 это у нас это у нас мишка малиновый мишка малиновый у меня вот он выдал уже помидорку он один из самых ранних сортов и в открытом грунте кстати у меня он тоже выдал помидорку я уже туда высадила с помидоркой вот у меня две штуки этих мишек малиновых один у меня в открытом грунте сейчас я вам его покажу там бедный попал у меня под муравьев я его лучше смогла реанимировать этот томатик сейчас я вам покажу вот он вроде как пошел в рост вот она но видите завязи у него отвалились отсохли один только помидорка результате оказалось в этого мишки вот принципе и все